Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Бесплатное питание школьников, материнский капитал на первенство и детские выплаты до 7 лет. Президент в своем послании уделил особое внимание демографии. Сочи в этом году реконструируют 85 гектаров чайных плантаций. Разработана программа развития отрасли до 2021 года. Ремонт, лечение и просто разговор по душам. Мэр Сочи посетил ветеранские дома в Лазаревском. Сделать удобными для жителей и оградить от вандалов. В парке на Макаренко устанавливают камеры видеонаблюдения. Одно из главных политических событий года. Президент России обратился с посланием к Федеральному собранию. Владимир Путин уже в 16-й раз выступал перед обеими палатами парламента. Но традиционно на мероприятия приглашены еще и члены правительства, главы Конституционного и Верховного судов, общественные деятели, руководители регионов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также присутствовал в зале во время выступления президента. Основное внимание в своей речи Владимир Путин уделил демографической ситуации в стране. Так глава государства предложил уже с этого года предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть действительно со сложной, очень сложной ситуацией. Чтобы получать такую выплату, достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный официальный доход. Обращаю внимание, нужно сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан. Чтобы они могли все оформить без очередей и преград. Или дистанционно через соответствующий государственный портал. В каждом субъекте федерации, как я уже сказал, доходы могут разниться. И выплаты на первом этапе составят у нас половину прожиточного минимума. 5,5 тысяч. Но это не все. Мы должны будем понять и оценить, как работает эта система. И если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысяч, сделаем следующий шаг и будем выплачивать со следующего года, уже целиком, в регионах, в каждом регионе по-разному, будем выплачивать полный ПМ. Это 11 с лишним тысяч. Здесь цифры, повторяю, тоже будут разные. Но примерно в среднем это будет 11 тысяч на ребенка в месяц. Но и это не единственное нововведение. Глава государства попросил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы. Такая система заработает с 1 сентября в тех регионах, где есть необходимая инфраструктура. В Краснодарском крае работа в этом направлении уже ведется. Например, дети из малоимущих семей уже получают за счет бюджета горячее питание с 1 по 4 классы. Семьи живут у нас в конкретных регионах, в том числе и в Краснодарском крае. Конечно, бесплатное питание для детей начальной школы. Это очень важное направление сегодня для того, чтобы на самом деле детки росли здоровыми. Сегодня алгоритм, который нам позволит достигать результаты, обозначен президентом. Главное найти конкретные механизмы там, где конкретно живут люди, которые позволят нам достигнуть этих самых результатов. У нас есть для этого все – и возможности, и желания. Тезисы, изложенные в послании президента, по сути, это конкретные поручения для законодательной и исполнительной ветви власти. Во многом их решения возлагаются на регионы. В Краснодарском крае многие из поставленных задач решают реализацией национальных проектов. Послания Федеральному собранию президента России сегодня смотрели не только в московском Манеже. Речь Путина транслировали федеральные каналы, так что обращения президента могли услышать жители всей страны. Выступления смотрели даже космонавты на борту МКС. Совместный просмотр во всех регионах организовал Общероссийский народный фронт. Сочи не стал исключением. Активисты УНФ собрались сегодня в полдень в городском собрании Сочи. Содержательную часть своего послания Владимир Путин начал с темы демографии и поддержки семей, тем самым подчеркнув, что решение социальных проблем – главная задача государства. В стране решено продлить программу материнского капитала до 2026 года. Теперь право на выплаты получат семьи и при рождении первенца – более 466 тысяч, при рождении второго ребенка и последующих – порядка 616 тысяч. А ежемесячные детские пособия малообеспеченные семьи будут получать, пока ребенок не пойдет в первый класс. Это первое выступление вообще среди международных лидеров, среди лидер глав вообще нашего мира, где приоритетом стоит проблема семьи, именно демография. Потому что вся демография очень четко связана с проблемой семьи, а семья – это основной социальный институт. И в зависимости от того, как семья будет чувствовать в нашем государстве, такое государство у нас и будет. Я полагаю, что эти меры поддержки обязательно дадут возможность семье развиваться немножко по-другому, родителям дадут какую-то опору, возможно, и я уверена просто, что станет меньше разводов, больше будет у нас детей, которых будут поддерживать именно родители. Развитие получит и сфера образования. Путин рассказал, что теперь бесплатным горячим питанием обеспечат всю начальную школу. Такого не было даже в советское время. Есть и другие хорошие новости. Доплата классным руководителям. 5 тысяч из федерального бюджета классному руководителю – это достойная плата. Это человек, который с утра до ночи занят детьми. Он обеспокоен их воспитанием, их обучением. Я также обратила внимание на то, что будет увеличено количество бюджетных мест при поступлении, особенно в региональные вузы. И о радость, на лечебное дело, на педиатрию, 70-75% мест будут бюджетными. За последние 10 лет продолжительность жизни в стране увеличилась. Теперь среднее – более 73 лет. Таких показателей удалось добиться не без развития системы здравоохранения. Сегодня важно делать акцент на первичном звене оказания медпомощи, считает президент. Владимир Путин поручил активистам Общероссийского народного фронта взять под контроль фельдшерско-апушерские пункты. Сегодня президент поставил перед Общероссийским народным фронтом, поставил задачу контролировать развитие системы ФАПов, это строительство и оснащение ФАПов на местности. Мы сегодня после обсуждения послания проведем совещание и определим, как мы будем работать в этом направлении в городе Сочи. Путин предложил вынести на общественное обсуждение и ряд поправок в Конституцию страны. Кроме того, в своем послании Федеральному собранию Путин поднял и вопрос национальной безопасности, отметив, что обороноспособность страны сегодня обеспечена на десятилетия вперед. Надежная безопасность создает основу для мирного развития страны, что позволяет решать еще больше внутренних вопросов и сосредоточиться на интересах россиян, подвел итог послания Владимир Путин. Обращение президента активисты ОНФ обсуждали после просмотра на совещании. В послании президента определены четкие и понятные задачи, которые конкретно сформулировал и указал на то, что, как и дальше, мы будем работать в деле укрепления мира, в защите нашего народа, в защите национальных интересов Российской Федерации. Послание Федеральному собранию – это один из ключевых документов стратегического планирования для определения приоритетов социально-экономического развития. Одним словом, обращение президента станет руководством к действию для всех уровней власти. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В России предложили запретить запускать фейерверки рядом с домами и больницами. Такое предложение направили на рассмотрение главе МЧС России Евгению Зиничеву. Автором инициативы стал депутат Госдумы Евгений Федоров. Он предложил МЧС запретить использовать фейерверки и петарды на расстоянии до 500 метров от жилых домов и больниц, сообщает портал «Юга.ру». В своем обращении к министру парламентарий указывает, что граждане не всегда могут оценить потоки ветра и другие особенности, что приводит к нанесению ущерба зданиям и к возникновению пожаров. Также, по мнению депутата, любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжелом состоянии, которым взрывы пиротехники могут принести лишнее беспокойство. Сейчас в России введен запрет на использование пиротехнических средств внутри помещений, в том числе на балконах и лоджиях, на сценических площадках, стадионах, на территориях нацпарков, заказников, заповедников и кладбищ. Также запрещено запускать фейерверки на митингах и демонстрациях. И продолжаем выпуск. В Краснодарском крае в этом году планируется реконструировать 85 гектаров чайных плантаций. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева разработана программа развития отрасли до 2021 года. Она предусматривает вовлечение в оборот неиспользуемых чаепригодных земель. Согласно ей, в течение пяти лет Сочи должно быть реконструировано свыше 450 гектаров чайных плантаций. Эти мероприятия субсидируются из краевого бюджета. Регион компенсирует 80% затрат на проведение реконструкции и половину затрат на оборудование для капельного орошения. В этом году на эти цели выделено 15 миллионов рублей, сообщили в краевом Минсельхозе. В ведомстве уточнили, что возвращение в оборот чайопригодных земель позволит ежегодно получать стабильно высокий урожай чайного листа и производить один из главных региональных продуктовых брендов – краснодарский чай. Ранее в рамках поручения губернатора на региональном уровне было принято решение об использовании советских стандартов в купажной смеси. Под каждый сорт определен обязательный процент местного чайного листа. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Амир Сочи Алексей Копайгородский встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, живущим в Лазаревском районе. Вместе с прокурором курорта Игорем Грязновым и председателем горсобрания Виктором Филоновым, городначальник провел встречу с фронтовиками и инвалидами, проживающими в домах на улице Малышева. Супруги Науменко – ветераны войны. Она – труженица тыла, он – фронтовик. Вместе почти 70 лет. О сложном жизненном пути рассказывают гостям – мэру, главе горсобрания и прокурору Сочи. Нам главное увидеть вас в здравии, в хорошем настроении. Если есть какие-то проблемы, мы постараемся вам помочь максимально. Все вместе. Хорошо? Ну, вы знаете, вот если что-то даже просить, у нас всё есть. Теперь доволен и участник войны Валентин Сверидов. В его квартире практически закончен ремонт. В ближайшие дни, докладывают Алексею Копайгородскому, завезут новую мебель. Ремонт прекрасный, восхитительный. Я очень доволен. А вот в квартире инвалида войны Мария Говенко глава города обратил внимание на сломанную ручку дверей и неработающую розетку. Дал поручение исправить всё без промедления и в дальнейшем быть внимательнее к ветеранам, реагировать на малейшие просьбы. Вот все везде косметические вопросы. Что-то работает, что-то не работает, что-то вышло из строя. Максимально всё сделать, чтобы всё было максимально комфортно. Это очень важно. Три дома на улице Малышева сдали к 65-летию Победы. Новоселье здесь отметили ветераны Великой Отечественной войны, которые проживали в муниципальных квартирах или вовсе не имели собственного жилья. С момента заселения так называемых ветеранских домов в одном из них организован офис врача общей практики. По запросу выездные консультации проводят узкие специалисты. Предписания врачей исполняются в отделении дневного стационара. Работает процедурный кабинет. Кроме заботы о здоровье и быте, нуждаются ветераны и в общении. Есть единичный случай, который сразу же решается и получение, где-то кому-то надо помочь по ремонту мелким каким-то. Но это единичный случай. Чаще всего мы, наверное, сталкиваемся с такой проблемой. Когда мы приходим, то им хочется пообщаться и рассказать о своём боевом пути. По поручению главы города до конца месяца во всех районах Сочи проведут комплексную работу, чтобы выяснить, в какой помощи нуждаются ветераны курорта. Как обещают в администрации, все запросы и пожелания будут исполнены. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Жителям Краснодарского края раздадут блокадный хлеб. Регион присоединится ко всероссийской акции памяти. Она впервые пройдёт во всех муниципалитетах региона и страны с 18 по 27 января в память о подвиге мирных жителей Ленинграда, переживших блокаду. В крупных торговых центрах, аэропортах и на вокзалах края волонтёры раздадут куски хлеба весом 125 граммов. Именно такой была минимальная норма выдачи хлеба во время блокады. Изначально Паёк предполагал целую буханку, но его пришлось сокращать. Зимой, когда Ладога замерзала, прямо по льду прокладывали трассу для доставки продовольствия в город, дорогу жизни. Её постоянно бомбили и обстреливали с воздуха, но машины не прекращали идти вперёд. Многие из ленинградцев сохранили кусочек блокадного хлеба как напоминание о тех страшных днях. Он стал символом мужества обычных людей. В ходе акции волонтёры также раздадут информационные листовки о прорыве блокады. А 27 января, в день полного освобождения Ленинграда, в образовательных учреждениях региона пройдёт всероссийский урок памяти, на котором ученики смогут больше узнать о событиях тех лет, сообщает пресс-служба краевой администрации. Напомню, блокада северной столицы длилась 872 дня с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По разным подсчётам, в городе погибло от 692 тысяч до полутора миллионов человек. И почти все из них от голода. Сейчас в Краснодарском крае проживает 374 блокадника. В этом году наша страна отметит важнейшую дату – 75 лет победы. Наш телеканал запускает серию репортажей о ветеранах и участниках Великой Отечественной войны, живущих в городе Сочи. Сегодня мы расскажем о Кире Ивановиче Каткине. Это первый учебный артиллерийский полк, 22-й год. Старший сержант, это моё первое звание. Кир Каткин на войну ушёл в 18-м. Это было в 42-м. Воевал на Белорусском фронте. Был артиллеристом. Киру Ивановичу 95, но он сохранил ясный ум и хорошо помнит каждый день войны. Вот только вспоминать о Великой Отечественной совсем не любит. Хотя делать это уже в мирной жизни приходилось часто. После окончания пединститута в 50-х началась его карьера учителя. В сочинской 10-й школе Каткин более полувека преподавал географию и историю. На уроках рассказывал и о Второй мировой, и как педагог, и как участник тех страшных событий. Я всегда захотел. Вспоминаю, что было. Ну, никуда денешься. Ну, конечно. Да. Тем более у меня артиллерия, бог войны. Сталин так и назвал. Артиллерия, бог войны. На груди Кира Ивановича целая россыпь медалей за победу Великой Отечественной. Есть и почётная грамота Министерства образования страны за трудовые победы в мирной жизни. Уже сейчас Кир Каткин готовится к юбилею победы. Говорит, и тогда, в сороковых, под бомбёжками и обстрелами, он всегда верил, что этот день обязательно наступит. Сделать удобным для жителей и оградить от вандалов. С установки камер видеонаблюдения в новом парке на Макаренко начался очередной этап работ по благоустройству. Как преобразится парк в ближайшее время – в нашем следующем материале. За время своего существования этот парк стал излюбленным местом отдыха жителей микрорайона. По поручению главы Сочи здесь будут обустроены новые зоны отдыха – спортивные и игровые площадки. Но пока важно сохранить то, что есть. Отмечены случаи, когда вандалы разбивают урны и стенды. Но безопасность в скором времени будет обеспечена. Для этих целей сейчас в парке устанавливают камеры видеонаблюдения. Камеры 8-мегапиксельные, с 4К разрешением, очень мощной ночной съемкой. Контент с данных камер непрерывным потоком по волоконно-оптической линии связи аккумулируется в единодежурном диспетчерском центре города Сочи, где диспетчера в круглосуточном режиме имеют доступ ко всем видеокамерам. При необходимости можно просматривать как онлайн-запись, так и архив. Всего в парке будет установлено более 30 таких камер, после чего начнется работа по дальнейшему развитию сквера. Установят дополнительное освещение, станет больше скамеек и элементов благоустройства. Также планируется провести Wi-Fi и построить новые зоны отдыха. Сейчас ведутся работы по поиску мест на территории парка для установки спортивных сооружений различных. Это и воркауты, это и, возможно, какая-то игровая зона, зона активности. Это тоже необходимо. И это в перспективе, это процесс трудоемкий, долгий. В перспективе это будет реализовано. Развитие парка позволит привлечь сюда больше посетителей, а значит, многолюдно тут может быть и по вечерам. Это тоже хорошо с точки зрения безопасности, говорит Сергей Сирадж. Он часто приезжает в этот парк с бытхи специально, чтобы потренироваться. Здесь подходящая местность для бега и есть много тренажеров и турников. Я думаю, что камера видеонаблюдения, безусловно, важный фактор и он должен быть. Но в первую очередь нужно повышать популярность этого парка, чтобы формировался фактор общественного контроля. Чем больше нас сюда приходит, тем меньше здесь будет наркоманов, алкоголиков и так далее. Активисты, которые следят за порядком в парке, есть. Они высаживают цветы, общаются с посетителями, просят не сорить и убирать за собаками. А еще проводят разные мероприятия. Инициативу проявляет и директор 44-й гимназии. В центральном районе вообще такого парка нет. Он единственный такой большой парк, который можно использовать на всех городских мероприятиях. Мы на себя берем инициативу к Масленице провести здесь большое городское мероприятие. К организации мероприятий подключаются и общественники. Они уже говорят о возможности зонирования и преобразования сквера в популярную площадку. Есть конкретные предложения, идеи, очень интересные. Многие общественные организации тоже заинтересованы в проведении мероприятий на этой территории. Вопросы о реализации таких перспектив уже на карандаше у руководства города. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. 80 фактов незаконной интернет-рекламы заряженных счетчиков выявлено в Сочи. Это итоги за прошлый год. Специалисты Россетей выявили 80 тематических сайтов и интернет-страниц, на которых можно купить модифицированные для занижения показаний прибора учета, так называемые заряженные счетчики. Материалы переданы в правоохранительные органы для блокировки сайтов. В отношении администраторов доменных имен интернет-ресурсов возбуждаются производства за нарушение закона о рекламе. Использование модифицированных счетчиков приводит к незаконному потреблению электроэнергии. Следовательно, их покупатели также попадают в разряд правонарушителей. Они могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности. Также придется оплачивать причиненные энергокомпании ущерб. Самовольное подключение к электросетям, а также безучетное использование электроэнергии влечет штраф на граждан от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, а на юридических лиц от 100 до 200 тысяч рублей. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.